На этой неделе должны состояться три заседания горсобрания. По словам председателя Михаила Стальнухина, это нужно для того, чтобы сделать горсобрание дееспособным и приступить как можно быстрее к обсуждению основных вопросов. На состоявшемся во вторник заседании городского собрания рассматривалось всего два вопроса. Депутатам предстояло выбрать мэра города и образовать постоянные комиссии горсобрания. Кандидатура в мэры Нарва была ожидаемо единственная. Председатель горсобрания Михаил Стальнухин предложил выбрать главой города Тарму Тамисты. Мне третий раз предлагается кандидировать на это место, естественно, заранее, мне это подразвестно, я согласен. Я думаю, что за эти 7 лет, которые я работал на этом посту, я получил очень много полезного опыта, как жизненного, так и политического. Я думаю, что аппарат управы сформирован таким образом, что может продолжать работать в любых ситуациях. Когда мы вместе начали, были времена, которые существуют по цифрам, были гораздо скромнее, чем те, которые сейчас. Но просто мы некоторые годы жили очень хорошо, и теперь нам кажется, что теперь мы живем плохо. Я думаю, что это не так. Понимаю, что, естественно, надо нормально закончить этот год и подготовить, и прожить следующий год. Вот и так, как это возможно, этим мы занимаемся. И я думаю, что я, может быть, высокие слова, но это всегда так говорят, что я оправдаю поступок на все данные. После тайного голосования, в котором сам господин Тамисты принять участие отказался, с результатом 28 за и 1 против мэром Нарвы в третий раз стал Тармо Тамисты. По этому поводу были получены законные поздравления, а также Михаил Стальнухин вручил новоиспеченному мэру должностные регалии. После избрания господин мэр ответил на некоторые вопросы журналистов, сначала рассказав о главных планах, в числе которых намечена в первую очередь работа над составлением бюджета. Работа идет, проект будет передан к сроку. Как уже сообщалось, в новом составе управы будет на одного вице-мэра меньше, чем раньше. Предполагается, что это будет вице-мэр по образованию, культуре и спорту, обязанности которого ранее выполняла Елена Тараквей. Тармо Тамисты сообщил, что это решение было взвешенным и будет притворено в жизнь, а также подтвердил, что оно было принято в целях экономии. В продолжении темы экономии, господину мэру был задан вопрос относительно экономии в рамках горы управы. Господин Тамисты прокомментировал это так. Всем руководителям учреждений дана конкретная задача, дано время, чтобы они подумали и сделали свои предложения, после которых мы соберемся и посмотрим, какие предложения можно сразу принимать, какие требуют обсуждения, какие требуют переделки. Может быть, что тоже допускается, кто-то согласен побольше отдавать, это значит, что тем, которым нужны эти средства, надо отдавать меньше. Это совместная работа. Она неприятная, но все равно совместная. Далее депутатам предстояло заняться образованием постоянных комиссий городского собрания. Постоянные комиссии городского собрания выполняют очень важную функцию. Основная работа по подготовке вопросов, которые обсуждаются, затем здесь, в этом зале, происходит именно в комиссиях. И, конечно, немаловажно, какие комиссии, в каком качестве они существуют. К нашему городскому собранию предлагается утвердить следующие комиссии городского собрания. Комиссия по развитию садоводства товарищей, комиссия по предпринимательству и занятости, комиссия по образованию, комиссия по квартирному товарищу, комиссия по культуре и спорту, комиссия по городскому развитию и проектам, комиссия по городскому хозяйству, Комиссия по городскому имуществу, финансовая комиссия, ревизионная комиссия, комиссия по социальной защите и здравоохранению, комиссия права, защиты прав потребителей и охраны правопорядка. Всего 12 комиссий. В итоге большинством голосов депутатов решение о создании 12 обозначенных комиссий было принято.